Кротистые местности – это вечная мерзлота. Юнибус, Юникар, Юнибайк – всего 11 моделей электромобилей. Среди них грузовой и пассажирский транспорт. Разные модели перевозят от 2 до 80 человек со скоростью от 150 км в час. Вот самый быстрый из них – новинка этого года. Его заявленная скорость до 500 км в час. Технология направлена на значительное сокращение издержек за счет особенностей конструкции и увеличения скорости подвижного состава. За счет чего, собственно, позволяем себе достигать высоких скоростей – это снижение потерь. Снижение потерь на качение за эту зону отвечает колесо, его специальный профиль. За основные потери – это аэродинамика при высоких скоростях. За это отвечает специальная форма кузова. Самое главное – это коэффициент сопротивления аэродинамического. Уменьшая сопротивление, уменьшая потери в воздушную среду, позволяет нам достичь такого результата. Анатолий Эдуардович Юницкий – изобретатель Skyway. С детства он мечтал о космосе, увлекался ракетным моделированием. Родился в Беларуси, в 1973-м окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности инженер-пузей сообщения. И следующие 20 лет посвятил изучению транспортных систем и проблем освоения космоса. Сегодня у него сотни тысяч единомышленников. Четыре года проект Skyway развивается за счет средств инвесторов. Их почти полмиллиона из более 200 стран. Я понял, что самое главное для скоростного транспорта – это аэродинамика. Если поднимем транспорт на средственную высоту, то аэродинамика получается в 2,5 раза. Потом, когда стал думать над рейсом, мы едем по дороге, высотой меньше, чем рейс, 12 сантиметров. Так вот, вот этот рейс – это висячий мост. И оказалось, что это эффективность существующих систем, истокат, дешевле в несколько раз. За то же количество топлива мы в 10 раз больше перевозок совершили. Я ушел к этому в несколько десятилетий. Потом я осознал, что я придумал. То, что нужно человечество в себе. И тогда для меня стало главным. Вот это. Пока технологии тестируют. Сейчас под Минском. Еще один центр испытаний с прошлого года строят в Объединенных Арабских Эмиратах в Шарджа. А Министерство транспорта Дубая уже включило технологию Skyway в программу развития города. Власти одобрили строительство 15-километрового участка с 21-й станцией. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, неожиданно закончилось видео. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Сейчас я буду видеть ваши плюсики. Все ли в порядке? Алексей Нович, спасибо. Так, ну, смотрите. Наша сегодняшняя презентация, она будет часть и повторением, потому что, в принципе, задача наша – это рассказывать согласно регламента. Что мы, в общем-то, всегда мы любим с вами узнавать новости. Вот мы делали немножко разные такие, действительно, для постоянной аудитории разные презентации. Но все-таки рекомендация руководства говорит о том, что мы должны в большей степени говорить о технологии и дальше какие-то новости включать, скажем так, дополнительно. Меня зовут Олег Тарасов. Я являюсь инвестором с 2016 года и активно начал работать в 2020 году, за что благодарен своей команде. В общем-то, моим сестрам, которые живут в Европе, вот, и их коллегам, в общем-то, мы сейчас большие, много очень общаемся, сколько до этого никогда не общались. Вот, поэтому это… Обычно это исключение, потому что родственники обычно не поддерживают, поэтому я вам желаю, чтобы у вас были такие хорошие сестры, братья, вот, и дяди, тети, которые поддержат вас в этой технологии. Как я вот слушал недавно сейчас одного у спикера тоже, он сказал так, что скажите обязательно всем об этой технологии, иначе потом они обидятся на вас и скажут, что же вы от нас умолчали, то есть будете врагами. Потому что проект наш развивается, и, конечно же, сейчас молчать об этом уже нельзя. Так, ну, начну я с философии Skyway, потому что тоже вот один из спикеров говорит, что мы говорим повторение мать учения. С другой же стороны, вот, есть такое поверье, что не менее шести раз, вот, ну, это минимум, да, а вообще лучше больше слушать или слушать, смотреть, видеть, вот, наблюдать, потому что за шесть раз уже образуются нейронные связи, когда вы уже можете не просто, в общем-то, соглашаться со спикером, а именно при встрече с каким-то потенциальным клиентом вы сможете ему уже донести. Поэтому я, например, тоже пришел к такому выводу, что вот, читая, допустим, разные презентации, я, допустим, иногда помню там только 10%, даже сам готовясь и сам говоря. А вот когда я начал читать, даже, знаете, на английском сейчас тоже начал вот эту вот изучать тему, вот, то есть повторяя на английском несколько раз, переводя на русский язык и наоборот, таким образом оно остается в памяти. Поэтому мы все-таки начнем с философии Skyway, потому что она действительно очень важна. И, повторюсь, вместе с вами мы прочитаем, что транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. Вот. И система Skyway переносит грузопассажирские потоки в отдельное пространство на второй уровень. Вот. Вот это вот основное, вот можно даже вот это вот как четверостишься выучить, что действительно транспорт в настоящее время является огромной проблемой для земли. И, в общем-то, сами люди, когда вот понимаете, что дороги на первом уровне, они не спасают. Есть различные бури, снежные, песчаные и так далее, грязевые потоки сели, вот, горные массивы, которые, конечно же, затрудняют движение. Кроме того, транспорта стало настолько много, и он все находится в одной плоскости, поэтому тут неважно, какая, в общем-то, какая у вас машина, электромобиль, скоростной электромобиль, вы все равно можете попасть в пробку. И я помню тот случай, когда вылетали мы с дочкой из Москвы, из аэропортов, вот, и получается, что, если так разобраться, ехать полчаса, но мой дядя с братом, когда мы ехали, он сказал, что давайте выйдем пораньше. В общем-то, выехали, вы сами знаете, что нужно там еще два часа там побыть в аэропорту и так далее. Ну, в общем, я вам хочу сказать, что мы в дороге ехали четыре часа вот по таким вот пробкам, как на нижней картинке, да, вот, прибежали там уже детей наших мы похватали уже там в охапку и бежали уже там язык на плече, вот, и, в общем-то, еле успели на самолет. Вот, вот, поэтому уже про другие вещи не буду говорить, как там было и детям плохо в этой машине, вот, поэтому сложности много. Ну, вы знаете, что все страны сталкиваются вот с такой вот проблемой, вот это Индия, допустим, да, это вот, когда там уже никого не удивляет, что вот такие вот, в общем-то, случаи происходят, в общем-то, действительно, проблемы с транспортом очень большие, вот, проблемы с пассажироперевозками, проблемы с логистикой, вот, и поэтому я вам могу сказать, что, конечно, эта проблема назрела. Вот, вот, также, конечно, страдают и животные у нас, вот, тоже, скажем так, вдоль наших белорусских лесов такие вот ограждения стоят, потому что, действительно, часто люди, в общем-то, сшибают вот лоси, там, ну, бывают и, ну, такие неприятные случаи, там, и со смертельным исходом, конечно, и животного, и человека бывает, вот, и, конечно же, это все не решится никак. Так, это проблема, пока, в общем-то, природа будет развиваться сама по себе, а транспорт должен измениться и уйти на второй уровень. Да, современный транспорт действительно разрушает планету, да, и в этом плане, опять-таки, что предлагает Skyway? Значит, Skyway – это комплексное решение для пассажирских и грузовых перевозок. Вот, мы здесь с сыном находимся, значит, в экотехнопарке в Белоруссии, да, в Мариной горке. Конечно же, моего сына, вот тогда ему было 9 лет, очень впечатлила вообще поездка в экотехнопарк. Мы очень долго там провели времени, и начиналось это все в 10 часов, кажется, мы приехали, а в трансфер уже на автобусах до 6 часов был. Но сынок мой сказал, что папа, давай еще оставимся, мы были с Алексеем Наумовичем, он тоже был с дочкой, они ровесники по возрасту, наши дети. Вот, и удивил меня, что мой сын сказал, что пока я не увижу дядю Юницкого, я не уйду из парка. И, в общем-то, мы, конечно, там специально не ждали, не надеялись увидеть, в общем-то, потому что, действительно, Анатолий Эдуардович был очень в этот день занят, и много было различных там конференций и деловых встреч. Вот, ну, как ни странно, 8 часов там, уже переодевшись, он шел легкой походкой такой, удовлетворенный всем этим событиям, и там вот мы, в общем-то, повстречались, и действительно, сын мой пожал руку, и вот, встарофировался Анатолий Эдуардович, и я поэтому говорю, что я приглашаю всех людей, которые не знают лично вот этого человека. Конечно, нужно, вы посмотрите, что это действительно человек радеет за этот проект не потому, что он денежный, да, потому что он действительно это наболевшее, и это вот как мне тогда очень делала эта фраза, когда вот люди там начинают писать, я обложил там 100 долларов, 500 долларов, 1000 долларов, вот где мои дивиденды, вот. И вот в одном из интервью Анатолий Эдуардович сказал так, если вы потеряете, ну, то есть, если этот проект не поедет, вот, вы потеряете 1000 долларов, ну, средняя такая у нас инвестиция, да, вот, а я потеряю всю свою жизнь. Вот, вот это надо осознать, и поэтому, наверное, мы должны сейчас все напрячься, продумать, как нам действовать дальше людям активным, вот, а новичкам серьезнее отнестись к этому проекту. Вот, поэтому наша презентация посвящена этому проекту, и я продолжаю, что действительно транспорт настолько, настолько интересный, настолько прекрасный, вот, и хотя там пока маленькие, вот, линии, по всего по километру, но это все равно впечатляет. Да, той скорости, которая 500 километров в час, она, пока мы ее не видели, но вот Юникар уже разгонялся, даже на таком маленьком участке километра, разгонялся до 102 километров в час. Это было зафиксировано, показано, в общем-то, поэтому мы сейчас ждем более длинные трассы, где будет достигнута скорость 150 километров в час, и если участок будет 25 километров, то наш Юни-флэш, так называемый Юни-лед, название там, ну, в общем-то, скоростной наш, вот, справа на картинке вверху, он разгоняется, будет разгоняться, достигнет скорости 500 километров в час, а может даже и выше. Сейчас проект решается, либо это будет в Эмиратах, либо это будет в Беларуси, в Марьиной Горке, либо это будет и там, и там, чему мы, в общем-то, будем только рады. Был у меня такой экскурс, в общем-то, в прародительницу железных дорог, вот она называется Змеиногорская чугунка, она была построена еще в 1809 году. Вот, я в прошлый раз вам много рассказывал про нее, сейчас, скажем так, те, кто присутствует, возможно, уже услышали про это, да, но мне больше всего понравилось, что там тоже, в общем, вот этот Фролов Петр Кузьмич, он Кузьмич, он действительно очень много предложил для этого, он понял, что там, вот я вам дальше покажу, да, что вот она сейчас есть такая вот модель, и вообще просили на очень много, но выделили деньги всего на 1,8 километров, но даже вот эта вот небольшая трасса, вот посмотрите, вот как она, да, произошла, вот благодаря вот этим вот рельсам, да, так вот первая в России чугунная дорога на конной тяге была, да, ну я же вам объясняю, что в 1809 году, и ее обслуживали всего два человека и две лошади, при том, что до этого, вот, в общем-то, было гораздо больше, вот видите, одна лошадь заменяла 25 лошадей, потому что 500 пудов, это пудов, примерно 8 тонн, по обычной дороге должны были перемещать в 25 лошадей, а тут вот было такие две линии, и вот один был человек, который управлял, значит, одной такой вот, таким вот составом, да, на конной тяге, с другой стороны была другая, так вот этот вот только эффект экономический позволил в 500 раз, в 500 раз сократить борщинные отработки прописных крестьян от перевозки грузов, вот, скорость руды была увеличена, да, соответственно, увеличилось количество серебра, меди, свинца для нужд государства российского, и вот смотрите дальше, в общем-то, ничего с тех пор у нас не изменилось, потому что были разработаны еще два других подобных, две подобные магистрали, вот, один на Алтае протяженностью 40 километров и в Воронежской области протяженностью 146 километров, но они так и не были построены, вот, поэтому тогда, конечно, не было такой связи, как у нас сейчас с вами, что мы с вами сидим все в своих теплых местах, вот, и пьем кофейко, водичку там, в общем-то, одна задача – это уединиться от наших домочадцев, чтобы они, в общем-то, не мешали нам слушать презентацию, либо читать ее, да, вот, а получается тогда не было такой возможности сообща, вот, объединиться и вот эти из ниточек соткать рубашки, поэтому благодаря Анатолию Дардовичу мы, в общем-то, который 40 лет шел к этой теме, вот, и действительно искал финансирование у сильных мира сего и всячески старался доказать, но, как говорится, пока люди не объединились, да, пока не стали по копеечкам нести вот эти вот средства, так и ничего не было, не строилось. Сейчас, как говорится, действительно, наш проект развивается по экспоненте, и можно много примеров приводить, я вам приводил, что они действительно, как вот тоже приведу вам пример, что как зарастает, допустим, озеро кувшинкой, либо ряской, да, там, значит, вот, допустим, если за 40 дней озеро зарастает полностью, да, ну, не озеро, допустим, прудик, да, то наполовину оно зарастет на какой день, напишите мне вот тут в этих, вот если 40 дней, и ряско зарастает вот все озеро, а сколько надо дней, чтобы заросло половину? Ну, вот напишите мне такое, я вам объясню, почему, потому что движется так вот движение, сначала, значит, допустим, один метр квадратный, на второй день два, потом в два раза больше на четыре метра, ну, так вот там, значит, получается, вот, значит, если разобраться, то на 39-й день будет половина, а на 40-й день закроется все, поэтому все развивается по экспоненте. Сначала вот по чуть-чуть мы собираем денежек, потом мы собираем больше, потом больше узнаем, 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 и вот я говорю, что вот так вот, в принципе, будет развиваться наш проект, потому что чем больше людей будет узнавать, тем больше, как говорится, будет инвестирований, и далее, в общем-то, когда уже увидят, что это ездит, что это двигается, поэтому мы все, конечно же, сейчас знаем, что будет проходить экофест, он будет проходить и в Беларуси, и в Арабских Эмиратах, вот, ну, надеемся на это, то есть, потому что большинство людей высказалось именно так, да, вот, но самое главное, что, конечно же, когда люди увидят, что это действительно ездит, и в Эмиратах это уже воочию ездит, я думаю, что проектов адресных будет гораздо больше, чем даже сейчас заявляется о трех в 21-м году, но я думаю, будет гораздо-гораздо больше, может даже на порядок, вот, ну, как работает технология Skyway, давайте так, вот, значит, есть тоже куча различных презентаций, чем отличается, значит, вот наш струнный рельс, да, отличается от какого-либо другого, допустим, железнодорожного рейса, вот, я вам хочу сказать, что отличия большие, но, в частности, вам могу сказать так, что вот головка вот этого вот рельса, вот она, да, самая, скажем так, где касается, здесь колесо точно такой же формы имеется, то есть, сцепка идет по всей поверхности, да, далее, получается, сам струнный рельс, он, вот, видите, внутри находятся вот эти вот струны, натянутые, да, предварительно напряженные, то есть, натянули их, и они, в общем-то, по всей длине этой трассы, то есть, непрерывисто, как вот, ну, сейчас мы дальше чуть посмотрим, да, картиночки вот эти вот, и получается, что внутри еще есть заполнитель, который удерживает, в общем-то, идет звукоизоляция, идет защищенность, и, кроме того, вот, внизу еще вот на нижней картиночке, да, там написано, вот, видите, синие и белые такие вот трубочки, в которых может проведена быть, проведено будет дополнительное электричество, это в любую точку можно довести, это можно довести интернет скоростной, и, в общем-то, эта рельс просто целая, скажем так, система, да, проведение всего, что есть, допустим, в те места, где недоступно вообще ни электричество, ни связь и так далее, поэтому здесь в одном рельсе представлено, помимо самого рельса, еще представлено все коммуникации, которые могут быть на данный момент, вот, ну, смотрите, получается, действительно, у нас вот такая вот система, которая получается гораздо ровнее, чем, там, дороги, как, вот, вы знаете, если мы, допустим, ездим, вот, на Брославские озера у нас есть такие замечательные озера, вот, тут тоже вот нарисован, тут там, холмистая местность такая, и вот, я честно хочу сказать, что мы одиннажды ездили туда, то есть не одиннажды ездили туда, и вот однажды мы в такую ситуацию попали, что у нас был водитель такой, парень такой, любящий скорость, и попался, в общем-то, совершенно параллельно ехали мы с человеком, который, то есть параллельно ехал другой водитель, который тоже любил скорость, и они начали вот на этих вот холмах соревноваться, кто быстрее, вот, и вот ехали, и так было смешно, весело, в общем-то, а потом получилось, вот мы на таком холмике поднимались и пошли на обгон, вот этого вот, ну, как бы на очередной обгон, и вот в этом обгоне как раз был холм вверх, не видели мы, и вот он только вышел на обгон, а там фура, которая, ну, в общем, человек, я не знаю, там даже секунды не прошло, как он успел эту руль вправо двернуть, и, в общем-то, мы ехали с моей супругой, и потом после вот этого вот такого, то есть запах резины в машине ощутили, скрип, конечно, все это выдержало, то есть машина не повело никуда, мы ехали, но после этого у нас было, выключили музыку, выключили все, и ехали, в общем-то, думали, как это, что могло бы произойти, то есть это действительно секунда, поэтому вот эти холмы и так далее, они все выравниваются вот такой трассой, и, вы знаете, на втором уровне, где нету будет, невозможно будет там кого-то обогнать, все, потому что, во-первых, весь наш транспорт будет идти с большой скоростью, вот, и он будет совершенно вот прямой, вот выдерживая все вот эти вот перепады, да, где-то внизу, где-то вверху, будет замечательно ровно ехать без качки, кого-то укачивает в машине, кому-то плохо становится, ну, или вот такие вот неприятные моменты, когда люди попадают в аварии вот из-за таких вот невидимых, скажем так, из-за рельефа, либо из-за другой машины, вот, и я хочу сказать о том, что так как есть разные рельсы, да, то получается у нас и расстояние между рельсами, между опорами анкерными, вот эти, допустим, анкерные опоры, где крепится основное, да, вот, у нас может быть до 5, то есть 5 километров уже сейчас заявлено, то есть мы можем перейти любую речку, там даже широкую, вот я, допустим, на Волге родился в городе Волгограде, ну, правда, всю жизнь живу в Белоруссии, вот, и получилось, что, конечно, вот эта река, широкая Волга, меня очень сильно впечатляет, но вот такая река может быть спокойно, вот, за счет двух анкерных опор проведена, вот, и даже при специальном наполнителе еще в рельсе, даже может до 7 километров увеличен, но я знаю, что даже и 5 километров это более чем с лихвой хватит там пересечь какую-то, в общем-то, преграду, хотя, вы знаете, для данного вида транспорта нет проблем, что можно, в общем-то, и анкерную опору поставить где-то там, в общем-то, внутри, где-то там на шельфе и так далее, то есть не обязательно должно быть только сухопутные анкерные опоры, вот, ну, вот у нас есть действительно три трассы, вот, значит, это жесткая, полужесткая, гибкая, и вот, которая на втором рисунке представлена, это вот трасса, которая действительно предназначена для скоростного транспорта, потому что скоростной транспорт, двигающийся со скоростью 50 км в час, 500 км в час должно быть, в общем-то, это опора должна быть, то есть это вот эти рельсы должны быть действительно идеально, в общем-то, выстроены, без всяких изгибов и так далее, потому что скорость все-таки 500 км в час огромная, да, вот. Меня всегда интересовало все-таки, я вот говорю, что когда объясняли другие лекторы, я не понимал, что такое предварительно напряженное, вот, и не понимал, не понимал, не понимал, и только сам, когда начал, в общем-то, задал себе вопрос, нашел на него ответы, в общем-то, тут можно вот привести, вот, как пример, у нас есть гитара, да, то действительно, вот, я знаю люди, которые играют на гитаре, вот, и сам медиатор, вот есть такая пластиночка, которой, да, можно не пальцами, а вот этим медиатором по струнам ударять, то этот медиатор, очень часто его, чтобы не потерять, засовывают между струнами, и где бы гитара ни находилась, всегда вы достаете, вот этот медиатор удерживается, то есть вот это вот удержание получается за счет того, что натяжение вот этих вот, было, натяжение вот этих струн, он действительно фиксирует этот медиатор, поэтому струны появляют у нас совершенно ровные, и натяжение выдерживает любую нагрузку, да, поэтому идет звук, можно там все ноты настраиваться, да, все струны настраиваются по определенным нотам, вот, поэтому получается, мы с вами уже слышим действительно музыку, да, а не, то есть, а не какофонию какую-то, вот, поэтому это первый вариант, да, поэтому я даже говорю, что может так случиться, что даже наша дорога будет как-то звучать интересно, есть такие элементы на асфальтной дороге, я знаю, там специально сделана так, проложена такая вот вибрация, чтобы человек просыпался, потому что есть такие вот, ну, есть такие технологии, да, ну вот, но мы пока об этом не говорим, мы говорим о том, что это будет идеально ровное, прочное, так вот, что же такое предварительно напряженная арматура? Да, значит, я провел вот такой, значит, следующий будет рисунок, вот, до этого вот показано, как вообще мосты строятся, да, значит, опоры такие же, ну, в общем, можно сказать, да, вот точно такие же опоры, чем отличаются, но проблема в том, что тут разрезная получается вот эти вот перекладины, они получаются разрезные, и все давление, вот видите, как на нижнем рисунке показано, да, давление идет посередине вот этой вот балки, оно идет ровно посередине, иногда мосты рушатся от того, что вот эта балка за счет своего веса, даже то, что она вот, она прочная, якобы там, конечно, и бетон, и арматура, все, но вес ее такой, что она просто прогибается, и, в общем-то, вот эти вот концы, они не выдерживают, и балка ломается там, где вот красненькая вот эта. В нашем же случае получается натянута по всей длине, и в этом случае получается на натянута от начала, там это может быть 5, 10, 100 километров, да, вот это непрерывно идет струна натянута, понимаете, то есть все, и вот за счет этого распределение идет совершенно по всей, где бы вес ни находился, он распределяется по всей длине вот этого нашего... нашей всей вот Skyway-вейской трассы, вот, но все равно это, скажем так, мне как человеку, не инженеру, да, человеку, не имеющему техническое образование, я вот привел такой пример, это было для меня было понятно, и людям, которые тоже не знакомы с Сопроматом, вот я им тоже объяснил. Значит, я взял вот такую вот полоску, значит, взял, значит, трубочки, из которых, вот, допустим, продаются в Макдональдсе, да, они в такие трубочки завернутые в этот сам бумажную, да, чтобы, в общем-то, одноразовые такие, вот, и я взял ее, разместил на двух книжках, да, вот, положил, и вот сверху я положил коробок, и вот этот коробок, как я только положил, он у меня тут же сразу и упал, да, то есть рухнуло все, и коробок, и, значит, это вот полосочка моя, ну, вам тут видно, понятно, да, вот, и вот после этого я взял ту же самую ниточку, да, вот, вложил ее вот в эти вот, скажем так, в эту полосочку, и вот эту нитку я уже закрепил на книжках, да, то есть вот эти вот, скажем так, анкерные опоры, так называемые у меня, я положил и закрепил, и вот следующий рисунок я повесил сюда уже не коробок, а плоскогубцы, которые в несколько, там, в 10, 20, 30, ну, я не знаю, коробок, сколько он там весит, 10 грамм, ну, тогда вот эти плоскогубцы весят, допустим, 200 грамм, вот в 20 раз больше, там, в 30 раз больше, ну, вы понимаете, тут можно любую вещь, но меня удивило, знаете что, что в этом случае именно вот давление идет на вот эти вот, на так называемые, на книжки, на анкерные опоры, то есть вот оно тянет именно вот эти книжки, они хочется соединить, а у нас с вами, получается, этих книжек может быть много, да, потому что у нас анкерные опоры находятся либо на расстоянии 50 метров друг от друга, потом идут там, либо они могут быть, находиться на расстоянии там 200 метров, либо там 5 километров вообще, да, вот, но так как от этих книжек будут идти другие книжки, тоже анкерные опоры, да, то есть они, получается, будут держать, вы понимаете, вот это мне, например, стало понятно, то есть получается, что анкерные опоры одни, за счет вот этой связки держат другие анкерные опоры, те дальше держат другие анкерные опоры, те другие, те другие, те другие, поэтому вес, который может выдерживать наша вот такая, в общем-то, тоненькая струна, так называемая, да, она оказывается в несколько раз прочнее, там, в 3, в 5 раз и так далее, вот, поэтому вот таким образом вот это натяжение позволяет выдерживать груз, который в несколько раз больше, чем если бы это было просто балка даже с теми же самыми наворотами так далее вот вот это вот предварительно натяжение это является запатентованной технологии анатолий эдуардовичу низкого запатентована поэтому как бы то мне не говорили вот ой такое же есть вон там вон там да мы видели у нас вот моя сестричка оля там показывают лёша в прошлый раз на презентации показывал ездит там тоже вагончик по германии до подвесной вроде бы то же самое да не то же самое потому что там вот это вот нету струны нет вот это запатентованной технологии да вроде бы принцип похож да если сравнивать это вот с канатными дороги мы ой ну там тоже ребят там натянута что там вы сами понимаете что такое там с одной стороны получается катушка которая наматывает вот этот вот трос трос наматывает а вот к этому тросу уже прикреплена намертво эта кабинка и вот с какой скоростью это будет двигаться вот это вот катушка наматывания до 100 с такой скорости будет двигаться допустим тайная кабинка да вот ни о какой скорости там речи быть не может там будет 30 40 километров но это максимум наверное потому что это там очень быстро перетирается этот трос там приходится заменять и так далее здесь вы знаете анатолий дарыч говорит за счет вот этих технологий за за счет болтового соединения за счет вот этих вот специальный тросов которые действительно запатентована в общем то все очень много чего мы вообще даже и близко не знаем да гарантия 100 лет 100 лет то есть вот это тоже нужно осознать с точки зрения людей бизнеса с точки зрения людей которые хотят вложить и забыть как говорится да вот допустим построил трассу на 100 лет люди забывают конечно там будет это развиваться развиваться но я говорю вы должны осознать то что если вы говорите кто это купит купят потому что это в разы дешевле и вот в этом раз тоже вот когда в прошлый раз я вам читал презентацию я сказал что смотрите метро которым который быстро построили в эмиратах да вот один километр метро в эмиратах отдали я не знаю сколько у нас у нас его очень долго тоже строили но в эмиратах отдали 120 миллионов долларов за километр 120 миллионов долларов за километр и технология skyway позволяет строить 1 километр от 1 миллиона долларов скоростная трасса 5 там миллионов может там 7 может 10 но это зависимости от рельеф но ребят но не 120 миллионов километров и вот вы представьте если вы скажем так у вас семейный бюджет вот вы приходите в магазин и год вот тут супер-пупер какой-то там не знаю там велосипед да и который стоит там 120 тысяч долларов да а потом готовоты новинка какая-то в общем то да которая гораздо круче лучше и стоит там тысячу долларов 120 тысяч или там я не знаю там или двенадцать тысяч как посчитаете там и вот там ну осознайте так вот с точки зрения бизнеса тут даже если мы как люди которые я знаю очень многие реагируют на то что это экологический транспорт что это транспорт который безопасный что это транспорт который ну очень много чем отличается да там вообще но с точки зрения бизнеса вообще беспрецедентно понимаете в наше время вот поэтому я думаю что вам нужно вот это вот все переосмыслить куда мы вкладываем что мы вкладываем да как мы вкладываем и я вам честно хочу сказать что я думаю что как только вот это все увидит именно люди с деньгами большими да тут уже наши с вами вот эти вот возможности могут быстренько черпаться закончится доли компании ну акции шерс по-английски шерс вот они нас и чистят поэтому такая путинца шерс шерс потому что по-английски шерс это акции вот а именно про уже акции которые продаются продаются на бирже называется стокс поэтому вот это вот и путаница но мы сейчас называем доли так вот мы сейчас вот эти доли даем компания денежки и получаем за это доли то мы их не покупаем мы скажем так инвестируем в проект конвертируемый займ вы можете вернуть себе деньги там есть определенные условия да когда вы там через какое-то время через три года допустим вы можете если не подпишите бумагу вы получите не едой вы получите обратные деньги но я думаю что сейчас проект на такой же стадии когда нужно думать о том что посчитать сколько у вас доли и рассказать своим знакомым потому что потом они вам это припомнят скажем так поэтому осознайте все вот это вот с точки зрения бизнеса с точки зрения безопасности с точки зрения вообще подхода вот куда мы куда мы движемся мне очень интересно понравилось вот тоже если мы сейчас не разгрузим дороги неважно какая у вас будет машина супер крутая электрокар там или это будет скажем так большой джип какой-то или все но все равно если вы будете стоять между троллейбусов между вот этих вот грузовых фур и так далее конечно вам это будет просто-напросто все равно на чем вы на чем вы вообще ездите и вот вариант тот когда даже если вот эти грузовые все перевозки идут на такие вот линии как я одной девушке сказала как я люблю электрокары представь у тебя будет дорога свободная от общественного транспорта от фур и тогда наверное вот дороги разгрузится очень сильно и действительно вот это вот даже с этой точки зрения на хорошей машине ездить там где ты хочешь но при этом свободно передвигаться гораздо свободнее нежели сейчас хотя я думаю быстро за опять заполнится это пространство поэтому лучше приобретать потом будет все таки юникары и себе в пользовании или юни байк об авторе технологии мне конечно тоже вам хочется сказать ну конечно вы все знаете анатолий дардача юницкого вот и я просто хочу сказать что я раньше очень сильно переживал когда какие-то тролли рассказывали про то и другое пятое-десятое потому что я даже недавно со своим хорошим знакомым даже немножко так вот он ой я там был в эмиратах вот ну там полгода назад был и там еще ничего не там там ничего не ездит я говорю так там же сейчас только строится вот это все он тогда ну я там не знаю мне там кто-то сказал кто фамилии имена и так далее он тогда уже как-то замолчал потом год ну ладно расскажи там вот и я может там не знаю ничего но в общем понимаете вот все равно это обижает я говорю люди не хотят ничего читать вот кто-то сказал я сразу говорю фамилия имена там адреса как и явки пароли вот это вот так и хочется тогда люди немножко начинают остывать вот но все равно и говорю когда с человеком чужим общаешься ты это все реагируешь спокойно когда ты общаешься со знакомых думаешь он сейчас тебе верит будет а он тебе еще больше потому что ты к нему открыт а он тебе туда может наплевать в душу поэтому тут надо быть все-таки более спокойно вот именно со своими знакомыми так вот я когда переживал я все-таки пришел к такому выводу вот как сказал если черчилль да что ложь успевает обойти полмира пока правда надевает штаны и вот действительно сколько бы вот я раньше сколько бы я там не не высылал куча куча позитивных различных статей про то что транспорт юницкого замечательная решит кучу проблем и так далее выходит какая-то статья одна либо она где-то какой-то там блогер что-то там зарабатывает очки там скажем так унижая оскорбляя эту технологию ничего не зная про нее вот ему просто такое в общем-то либо задание либо он сам от себя тянут же несет вот но я просто единство что могу сказать что крова собаки лают а караван идет и вот действительно сейчас этих всех статей вот этих вот этих всех троллей становится все меньше меньше или по крайней мере они уже тяпкают но не так громко понимаете то есть вот по крайней мере я последний что-то время уже так не вижу так хотя есть что отдельные отголоски вот но еще я заметил такую вещь извините что я уже вам говорю я еще заметил такую вещь что иногда вот даже у нас белоруссии ну что там поехал там 500 километров в час до из люди со злостью когда я груда в эмиратах скоро поедет потому что в эмиратах строится вот иногда вот так получает и мне кажется что вот у этих людей которые может быть услышали по этот проект там 2014 году 2015 году мне кажется они больше злятся не от того что там радеют они за то что там кто-то вложил а то что они тогда не вложили при том дисконте вот а сейчас они просто вот думают ну у них жаба душа что как они сейчас будут там инвестировать вот да потому что там у васи там тысячу допустим там он инвестировал там и получил допустим там 500 там там тысяч да а он за тысячу только сейчас 30 может взять этих долей до 30 тысяч долей то есть там в 20 раз меньше и и вот мне такое ощущение да получается что вот люди злятся и они уже из-за этого понимаешь что они ну я груду все равно лучше сейчас все зайти в последний вагон нет вот им уже гордыни не дает сделать это ну в общем-то каждому свое вот поэтому я такую подборку тоже вот вам сделаю она в принципе у нас тоже и на сайте была выложена так далее так вот сикорский тоже в свое время когда уехал ну по политическим мотивам уехал он в америку вот он тоже рассказал про вертолет который никто не верил и в америке не верили хотя это страна возможности как говорили бы тогда там делай что хочешь и благодаря тому что вот он со своими последним за сию долларами пошел на концерт рахманинова вот ну так как люди в общем-то известные вот и рахманинов его при принял и он ему тогда вот спросил сколько тебе нужно да вот сикорского спросил сколько нужно тебе для развития этого его вот поэтому попросил и сикорский одну 500 долларов мне вот достаточно и рахманинов выделил всю весь гонорар это было около пяти тысяч долларов на то что ну в то время это конечно были другие деньги там вот но факт то что вот этих денег хватило для того чтобы создать вот этот вот вертолет и сикорскому удалось доказать вот то что и о чем он говорил и в на данный момент по этой схеме то что сделал сикорский игорь сикорский до летают 90 процентов всех вертолетов настоящее время вот дальше вот такая вот статья была тоже подборка да что бюро патентов вот вот чарльз дуэлл 1899 то есть конец был девятнадцатого века да он уже сказал эта фраза вот из то что он тогда сказал все что могло быть изобретено уже изобрели то есть вы понимаете то есть люди настолько достигают каких-то вот таких вот не думаю что же все все что можно было изобретено уже действительно и вот мы сейчас в этом двадцатом веке особенно видим что действительно настолько люди креативны настолько множество творческих вот этих стартапов так называемых да вроде бы уже все понятно но я еще в свое время когда был школьником какую-то передачу такой слушал и тоже там вот такая была полемика кажется журнал был наукой техника или я не знаю там или еще какая-то или в общем то я помню такую вещь что слушал за гео что вот все уже изобретено и изобрести нечего и вот автор он и сказал вы знаете ягод свое время г тоже взял и придумал гвоздик который там он вот что-то сейчас мне пришло это вспомнилось да когда у него получается не 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 ровный вот этот вот шляпка а вот неровный вот этот сам гвоздик а он как-то так еще изменяет толщину по всей длине за счет этого он когда входит в дерево допустим там где толстая он расширяет а потом получается сужается возле шляпки и вот в этом месте потом дерево расходится и гвоздь практически невозможно выдернуть уже то есть если вот нужно что-то забить уже навсегда прошу вы знаете ну кто допустим немножко знаком с этим делом знает что если там раскачивать какую-то там или лавочка там и что гвозди сами по себе начинают влазить так вот он как я тогда изобрел вот такой гвоздик и единственное что год когда я уже обратился бюро сказал а вот до вас там человек за за два дня тоже такой же гвоздик принес похожий вот и вот он как даже на гвозде можно сделать инновацию да то есть вот эту вот он скажем так придумал и сделал поэтому я думаю что у нас еще с вами ребят будет много но в новых открытий может кто-то из вас тоже что-то сделать и потому что так как мы с вами будем в общем-то богатыми за счет того что у нас есть инвестиции мы займемся не тем что зарабатывать на хлеб и думать а мы займемся творческим процессом я вот это вам желаю потому что у меня очень много тоже планов и вот ребята которые в skyway и все мы все равно со всеми общаемся и друг другу доносим какие-то вещи и даже я вам больше скажу что у нас есть такая вот креативная группа которая а мы не будем ждать там дяди и тети с толстыми кошельками мы вот сами как говорится когда заработаем денежек вот допустим поэт у нас в эмиратах мы сами вот в беларуси скинемся и сделаем такие вот дорогу как минимум одну может две потом три и так далее сами вот сами белорусы сложатся и вы покажут всему миру что и беларуси есть такие вот но это будет уже частная дорога это я так подумал почему бы нет а я вот к этому проекту тоже сейчас призняюсь поэтому если вам интересно можете тоже скажем так обращаться и все и тут у нас как говорится и анатолий эдуардович с нами и как бы все здесь находится в общем то здесь и может быть и действительно линейный город сделаем такой по крайней мере то есть планы вот такие грандиозные ну так вот смотрите все что было изобретено уже изобрели так вот такой несколько несколько таких фраз всем не будет наверняка вы уже почитали в общем то ну вот такие были компьютера допустим это вот меня страничка да что компьютеры будут весить не более чем полторы тонны вот новости в джобс не не зря здесь даст с такой с картиночкой полторы тонны держит в руках а вот дачи-то потом кто-то говорю что всего на рынке мы найдем спроса допустим всего пять компьютеров вот такие в сорок третьем году 1943 мы говорили вот кто-то говорил что телефон такое слишком много недостатков имеет чтобы рассматривать его как средство связи поэтому никогда не будет это нужно вот всем известным вам билл гейтс который в настоящее время жив и здоров и вон там что-то там у него там с прививками уже там занимается да вот ушел в такую область там ну сейчас не будем об этом билл гейтс и все знают да microsoft вот он тогда еще сказал посмотрите уже более близко к нам в 1981 году что всего должно достаточно будет для каждого пользоваться 640 килобайт памяти но сейчас смартфоны в среднем они где-то 128 гигабайт это в 2 миллиона ну там чуть получается даже больше но я говорю 2 миллиона раз больше это вашем телефончике если уже 256 я уже не про терабайт не говоря думаю это пройдет еще там не знаю там боюсь говорить даже два года грубинар может у год пройдет уже уже будет там и 512 гигабайт и терабайт будет наверно уже телефоны в общем то ребят ну все все у вас ну вот и тот же ibm когда-то microsoft никого сказал что 100 миллионов много за него а сейчас вот полтора триллиона долларов это 15 тысяч раз больше вот стоимость даже может еще больше компании в общем то вот эти все технологии развивается что касается ну что другой области да вот мнение экспертов ну вот beatles сразу открылся у меня так вот смотрите в свое время когда пришли они записываться в шесть втором году по началу карьеры что им сказали не отказали им в том чтобы записать альбом потому что она мне нравится ваш звук вообще гитара это вчерашний день вот такие вот вещи да ну вот сам тоже известный ворнер один из братьев ворнер да и чем не помню простите как зовут вот как звали его вот кого интересу когда было не мой кино вот он да кого интересуют разговоры этих актеров да вот то есть вот не мой кино в общем то это был 1927 год ну поймите насколько сколько мы бы потеряли если бы ситами не мой кино так и осталось да вот ну вот летающие машины весом тяжелее воздуха тоже невозможно это там вообще это президент королевского общества не люди которые с подворотни там где-то да у кого-то спрашивали это все эксперты ну и так далее и так далее вот это можно говорить об этом очень много поэтому конечно же что-то когда кто у кого-то вот есть креативная идея да конечно она нужна в поддержке она нужна в поддержке и и вы знаете у битлз была поддержка и скажем так у людей которые своим своим трудом своим терпением они вот двигали вот находили поддержку и я говорю самая главная поддержка это вот конечно же когда антолий дарвич сказал тоже как как неприятно когда даже те же бабушки которые год вот там бабушек разорили когда они подходят анатолий дарит спасибо вам огромное вот за вот это вот может мы там не успеем там покататься как они в беларуси гает там да хотя увидеть это как это в масштабах но наши дети наши внуки конечно тоже будут вот видеть и так далее но вот эти благодарственные слова от людей в возрасте антолий дарыча особенно трогают поэтому вы знаете уже было несколько раз даже вот выкупа обратной доли для людей которые старше 75 лет поэтому и в этом плане их могу сказать что не стоит наезжать и говорить что вы тут у отобрали всех никто от них отбирает люди сами при действительно инвестируют потому что они верят вот в эту вот супер идею и в общем-то это воплощение уже скажем так в масштабирование вот вот она уже вот практически в этом году мы это уже начнем лицезреть вот ну что положительный пример привожу вам когда в лондоне да london is the capital of great britain замечательная фраза наша послешкольная так вот там услышали вот это вот значит провели специально созданную комиссию да и вот эта комиссия привела и заключила привела такое заключение что если лондон не избавиться от лошадей да и не перейдет на транспорт двигатели внутреннего сгорания появились до двс вот на чем в часе и ездит большинство машин да то вот так они сказали что через сто лет то есть наши дни это было вот сто лет назад было проведено исследование да лондоне будет два миллиона жителей и четыре миллиона лошадей конюшен будет больше чем жилых домов а все окрестные земли будут засеяны тропой овсом но земель и корма лошадям все равно не будет будет недостаточно а слой навоза будет достигать местами полуметровой толщины и вот после этого в общем то было принято решение что помогать развитию автотранспорта поэтому наша задача сейчас чтобы ну скажем так мы очень рады что у нас есть экотехнопарк в мариной горке да и мы очень рады что в эмиратах есть свой скажем так такой экотехнопарк который находится в шарже да вот который сейчас активно развивается даже наверное быстрее чем в беларуси потому что беларуси уже построена 7 раз да и продолжать строится но в эмиратах там скажем так уже скажем так трассы которые переходят уже в действующие будут переходить действующие проекты да вот ну вы знаете что это начиналось вот концепт первый он был реализован в озерах в 2001 году вот такой вот концепт был представлен да он сейчас стоит в мариной горке все кто к нам приезжает все фотографируются возле первого первого вида транспорта да вот поэтому это уже как стало как память вот он но в данное время могу сказать что вот инновационный центр skyway в шарже вот и из последних новостей могу сказать что вот 3 марта вот 21 года вот в научно-исследовательском технологическом парке шарже вот аббревиатура аж с артиве тиай парк прошла презентация проекта называется макхаммер точка ком да вот у нас есть эта статья в нашем кабинете вы туда можете заходить посмотреть почитать внимательно вот вы видите анатолий эдуардович юницкого на первом плане вот отсюда я поспрос слушал это все это интервью вот в том что представлено там не было выступление анатолий эдуардович юницкого но вот я вам даже сделал такой маленькую специально включил субтитры и представил и вот было там всего несколько выступающих но когда выступал председатель вот этого значит собрание то он и сказал что мы очень горды что у нас есть вот этот инновационный транспорт skyway и вот он представляет что и присутствует у нас owner то есть скажем руководитель ну понимаете да слово owner вот вылетел из головы владелец владелец спасибо спасибо лишь спасибо вовремя вовремя твой английский пригодился skyway here и мы very proud там дальше пошло вот то есть мы очень горды что мы имеем этот проект ребят ну это дорогого стоит потому что про другие проекты не было так сказано там было сказано что это огромная площадь наш эко технопаршу там 100 проектов разных представленного из этих 100 проектов было выделено действительно вот skyway отдельно и конечно же это вот самом начале поэтому кто хочет пересмотреть это видео на ютюбе сразу выскакивает в кабинет заходите смотрите эту новость нажимаете читаете по-русски вот я вам сейчас зачитаю и потом можете нажать на вот эту кнопочку да и выскочит на значит на уже на youtube и там вот там буквально кажется на третьей минуте это начинается то есть на четвертой минуте там вот и как раз вот про анталия даричная там даже называет его анатолий вот поэтому очень приятно вот это все что что анатолий дарыч был отдельно прямо вот скажем так поблагодарили его отдельно за вот этот замечательный проект и 14 марта вот на ютубе вышло значит показали проекты расположены на территории мы сейчас попросим алексея тоже показать это вот видео да вот и в первую очередь там опять таки вот это вот кадр из этого фильма там 50 секунд всего да мы сейчас посмотрим с вами вот и вот значит развивая вот эти вот проекты мы их можем посмотреть в этом фильме но опять-таки большую часть вот из этих 50 секунд представлен skyway лёшка есть видео это да спасибо много много есть много Продолжение следует... 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 Продолжение следует...